Всех приветствую! И датской журналистке Джулии Норригар. Актерский дебют состоялся в 1914 году в пьесе Морриса Матерлинка «Монна Ванна». Годом позже Галиен гастролировала в США, а вскоре и вовсе там обосновалась, став уже в начале 1920-х годов популярной звездой Бродвее. Через пару лет, разочаровавшись состоянием местных театров, она основала в Нью-Йорке собственную театральную компанию при финансовой поддержке ее тогдашней любовницы Элис Делма, состоятельной наследницы золотых приисков в Колорадо. В 1928 году актриса добилась большого успеха в театральных кругах Нью-Йорка, в постановку пьесы Ипсона «Ге де Габбель», где также исполнила главную роль. В разгар Великой депрессии в 1935 году ее театральная компания была расформирована. В дальнейшем актриса продолжила свою карьеру, много выступая на Бродвее и на прочих театральных сценах Нью-Йорка. В 1964 году ей была вручена специальная премия «Тонни» – знак признания за ее 50-летнюю актерскую карьеру. Хотя актриса в первую очередь была известна своими театральными ролями, в ее репертуаре присутствовали роли в кино и на телевидении. Наиболее яркой из них стала «Бабушка Перл» в драме «Воскрешение» 1980 года, за роль которой 81-летняя актриса была номинирована на «Оскар», став при этом самой пожилой номинанткой за всю историю вручения премии американской кино «Кадии». Последней ее ролью стала одна из пациенток госпиталя в медицинском сериале «Сент-Элсвер» в 1984 году. Эволи Галиен никогда не скрывала от друзей, что она лизбиянка, но по сообщениям ее близких она постоянно испытывала из-за этого дискомфорт, пытаясь с этим бороться. Ее личная жизнь никогда не подвергалась широкой огласке, и только ее близкие друзья были в курсе ее взаимоотношений. В первые годы ее творчества в США ее часто видели в компании актрисы Талулы Бенхетт, Эстель Уинвуд и Блит Тали, известные в узких кругах своей бисексуальности. В 1918 году у нее завязался роман с Аллой Назимовой, которая благодаря своему высокому статусу в Голливуде познакомила Ле Галиенс со многими влиятельными театральными и кинодеятелями того времени. В 1920-х у нее были длительные романы с поэтессой Мерседес де Акоста и актрисой Джозеф Хатчинс. В последние годы жизни актриса провела в своем доме в небольшом городке Уэстону в штате Коннектик, где 3 июня 1991 года скончалась в возрасте 92 лет. Вот так вкратце из переводной википедии у американской актрисы и сценаристи Ева Ле Гальен. Пока-пока, до свидания, смотрим фото.